Глубоко уважаемые коллеги, разрешите зачитать вам доклад на тему опухоль Клацкина, подхода к диагностике и лечению прогноза. Холангиоцеллярный рак является редким заболеванием и составляет около 2% в структуре злокачественного образования. Опухоль Клацкина составляет 2 трети всех случаев холангиоцеллярного рака. Несмотря на непрерывный рост заболеваемости и увеличение хирургической активности, тактика лечения при воротной холангиокарциномы остаёт актуальной проблемой хирургической онкологии. Единственным методом, позволяющим достоверно увеличить продолжительность жизни в данной группе больных, являются радикальные резекции печени, точнее, радикальные операции, которые включают в себя резекцию конфлюкций печёночных протоков и расширенные резекции печени. Технически это не всегда выполнимо из-за распространения опухоли в подлежащей структуре в воротах печени, такие как воротная вена её ветви, печёночная артерия, нервные сплетения и паренхема печени. Также высокая частота рецидивов опухоли, несмотря на проведение радикальной операции. Таким образом, актуальным является выявление значимых прогностических факторов, которые будут определять отдалённую прогноз течения заболевания и биологические свойства опухоли. На данном слайде представлен наиболее оптимальный лечебно-диагностический алгоритм, по данным НСН 2016 года. Однако вопрос о выполнении биопсии при диктабельной опухоли остаётся дискутабельным, поскольку все предложенные на данный момент типы биопсии обладают низкой точностью. Также отдельную группу представляют больные с выполненной R0 резекцией, поскольку послеоперационное введение дального вида больных сводится к наблюдению. Также при возникновении структур остаётся открытым вопрос о генезе структур гепатико-юнано-стомоза. Идеального метода инструментальной диагностики опухоли Клацкина на данный момент нет, но большая роль принадлежит через кожной через печёночной холангиографии, которая позволяет определить распространение опухоли, также выполнить билярное дренирование как палеотивное вмешательство у неоперабельных больных, либо как предоперационную подготовку при пациентально-резектабельных опухолях. Также при контрастировании протока возможно взятие материала для морфологической верификации. С 2014 по 2016 год в Институте хирургии Веснецкого в рамках клинической апробации 20 пациентов с подозрением на воротную холангиокарциномы было выполнено внутрепротоковая катетерная биопсия катетером ТурбоХоук. На первом рисунке маленькие стрелки указывают на моторный блок, а нижние длинные стрелки указывают на режущую кромку и контейнеры. На втором рисунке показан катетер в обтурированном стенде. Во всех случаях полученного материала было достаточно для проведения гистологического и иммуногистохимического исследования. на данном слайде представлено микропрепарат из рубцовой структуры, то есть АТП нет, здесь воспалительные изменения. На данном же слайде видна структурная АТП, такие как разноразмерные железы и цитологическая АТП, разрушенные ядра клеток и нарушение базальной мембраны. Получены следующие результаты. Катетер направленной биопсии являлась основным методом установления или исключения диагноза злокачественной опухоли билярного тракта. 30% пациентов была выполнена операция в связи с положительным результатом биопсии. 45% пациентов в связи с нерезиктабельной морфологически верифицированной опухоли выполнено дренирование желчных протоков с последующей поле химиотерапии. У 10% подтвержден местный рецидив в зоне гипотико-иононастомоза. 25% с отрицательным результатом биопсии находятся под абулаторным наблюдением. И у 10% пациентов после внутрепротоковой биопсии возникли осложнения. Таким образом, анализ нашего опыта показывает, что внутрепротоковая биопсия с использованием катетера Турбофок имеет более высокую диагностическую точность по сравнению с другими методами взятия материала. Также с 2011 по 2015 год в Институте хирургии Вишнецкого было выполнено оперативное вмешательство от 36 больным с воротной холонгиокарциномой. Преобладали больные с четвертым типом распространения опухоли по бисмуту карлет. 41% больных была выполнена традиционная гемегипотектомия, 23% была выполнена расширенная резекция печени. В 44% случаев была выполнена резекция первого сегмента печени. Пятилетняя выживаемость составляла 21% медиана общей выживаемости 30 месяцев. Также нами были изучены молекулярные марковые воротные холонгиокарциномии, которые нами были отобраны как значимые по результатам изучения отечественной и зарубежной литературы, такие как цитокератины, энкотгирин, муцины и КИ-67. По данным гистологического исследования наиболее часто наблюдалась умеренно дифференцированная аденокарцинома с переневральной инвазией. При умеренно дифференцированной и низкодифференцированной аденокарциномии наблюдался худший прогноз в сравнении с высокодифференцированной аденокарциномой. 41% больных была выполнена радикальная операция, несмотря на преобладание больных с поздней стадии заболевания. Также выполнение R0-резекции подразумевали более лучший прогноз. На основе анализа было выявлено, что при резекции первого сегмента печени увеличивалась общая выживаемость от 0% до 28%. Согласно полифакторному регрессионному анализу Кукса, значимыми прогностическими факторами, которые влияли на общую выживаемость, были степень дифференцировки клеток и резекция первого сегмента печени. Факторами, неблагоприятными влияющими на прогноз, были умеренная и низкодифференцированная опухоль, резекция R1-R2 и сосудистая и переневральная инвазия. Также была выявлена связь между уровнем экспрессии молекулы N-кодгерина и продолжительностью жизни, которая была умеренной, близкой к сильной. Экспрессия, связанная с другими маркерами, была слабой, однако необходимой для окончательного подтверждения типа опухоли. Также нами была разработана и предложена система прогнозированной выживаемости, которая включала в себя следующие факторы, такие как стадия ТНМ, тип распространения опухоли, степень дифференцировки клеток опухоли, микрососудистая, переневральная инвазия и радикальность операции. Окончательный вид системы математического подсчета прогноза представлен нами в виде формулы, которая представляет из себя отношение индивидуальных показателей к сумме бальной значимости каждого фактора, представленную в таблице. Получены следующие результаты. Это три варианта. При П от 0 до 70% выживаемость была более двух лет. От 71 до 80% выживаемость от 1 до 2 лет включительно. И при П от 81% вероятная выживаемость менее одного года. Представлен клинический пример. Больная 64 лет с диагнозом рак внепечёночных желчных протоков тип 3А по бисмуту карлет. Выполнена правосторённая гемия гепатоктомия с резекцией внепечёночных желчных протоков, холецистоктомия, лимфодисфекция гепатодуаденальной связки, формирование гепатико-юнанастомоза. На гистологическом исследовании низкодифференцированная аденокарцинома внепечёночных желчных протоков с продолженным ростом в ткань печени, участками инвазии сосудочных щелей и переневральных пространств в лимфоузлах 12 группы опухолевых клеток не выявлено. В горизонтальном крае резекции области конфлюнкции элемента опухоли, то есть Р2. Экспрессия энкотгирина была умеренной, а КИ-67 составляла 60%, что была оценена как высокая агрессивность опухоли. Был проведен расчёт индивидуального прогноза, который составил 85%, что соответствует третьему варианту, то есть плохой прогноз. Больная умерла через 10 месяцев после проведенного оперативного вмешательства. Согласно полученным данным, молекулярное исследование позволяет увеличить совокупную информативность метода до 90%. Получены следующие выводы. Клинико-морфологические факторы, воротные холангиокарциномы, а именно степень дифференцировки клеток опухоли и резекция первого сегмента печени, являются достоверно влияющими на прогноз течения заболевания после хирургического лечения. Маркёр энкотгирин характеризует биологические характеристики опухоли и имеет умеренную корреляционную связь с общей выживаемостью, вне зависимости от радикальности и объёма хирургического вмешательства. Разработанная прогностическая модель, основанная на комплексном использовании клинико-морфологических факторов опухоли, позволяет правильно определить продолжительность жизни пациента с точностью до 90%. Спасибо.